Медиагруппа «Авангард» представляет Сто лет назад появились первые конвейеры, за ними компьютеры, и с тех пор автоматизацию не остановить. Она вошла почти во все сферы нашей жизни, и область ее применения становится только шире. Использование роботизации бизнес-процессов с применением технологии Process Automation или RPA сейчас в тренде. Многие ведущие компании уже запустили пилотные проекты, оценили риски и выгоды. Сегодня попробуем разобраться, что же такое RPA, не создаст ли эта технология новых проблем, и как скоро роботы отправят людей на заслуженный отдых. Узнаем у наших экспертов. Итак, сегодня в нашей студии Светлана Анисимова, генеральный директор компании UiPass в России и СНГ, а также Сергей Колавангин, начальник отдела ИТ компании Gazinform Service. Приветствую вас в студии. Начнем наше погружение. Начинаем погружение с короткого БЛИЦ-опроса, для того, чтобы нам лучше узнать вас. Светлана, первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, как давно вы знакомы с технологией RPA? Вообще термин RPA начал активно использоваться где-то в районе 2015 года, и это был тот момент, когда я об этой технологии узнала. Сергей, а вы как давно в теме? Ну, с самой аббревиатурой знаком достаточно давно. С технологической стороны вопроса, боюсь соврать, года два точно знаком. Светлана, а на ваш взгляд, RPA это относительно простая или крайне сложная технология? Эта технология сложная внутри, но очень простая в использовании, потому что она изначально создавалась для пользователей, и если вы умеете пользоваться Excel, в принципе, способна освоить RPA. Сергей, а ваше мнение? Концептуальная технология для понимания достаточно простая. Робот просто повторяет действия пользователя, нажимая те же самые кнопки при выполнении каких-то рутинных операций. Но внутри, разумеется, сама реализация может быть достаточно сложной, и все зависит от конечных потребностей заказчика или потребителя указанной технологии. Светлана, как по-вашему, смогут роботы заменить человека? Безусловно, заменить нет, но стать помощниками – да. Сергей, а лично вас робот может заместить? Счастью, нет. То есть Мария Павловна вне конкуренции. Однозначно. Светлана, как вы считаете, технология RPA приживется в России, есть у нее будущее? Безусловно, это уже мировой тренд, и до России он уже практически дошел. Сергей, а на ваш взгляд, как технология RPA будет продвигаться в нашей стране? Мне кажется, сама технология уже прижилась, потому что много успешных реализованных проектов есть у крупных предприятий промышленного комплекса. Я подозреваю, что и банки активно пользуются роботизацией, поэтому перспективы у данной технологии очень открытые. Отлично, спасибо большое. А мы погружаемся дальше. Я предлагаю начать с более близкого знакомства с темой. Технология RPA сейчас у многих на слуху, но давайте попробуем понять, что же она из себя представляет. Светлана, какие задачи выполняет роботизация бизнес-процессов? Под роботизацию попадают рутинные процессы. Это позволяет нам минимизировать количество ошибок, повысить производительность труда роботов, сократить время и количество денег, которым мы тратим на выполнение той или иной задачи. Но в более широком смысле это действительно повышает уровень удовлетворенности сотрудников, потому что сотрудники перестают быть занятыми в рутинных, неинтересных процессах. Спасибо большое. Сергей, а подскажите с точки зрения процесса, что из себя представляет RPA? Положим, если есть у человека задача выгрузить какой-то отчет из 1С, загрузить данные потом из него в Excel, произвести вычисления и отправить по электронной почте, то это достаточно понятный и алгоритмизируемый процесс, который пользователь может показать роботу, ну или точнее говоря, программисту. Затем этот процесс формируется уже в код робота и затем робот его повторяет неоднократное количество раз, только сколько для этого нужно. Светлана, а как вы считаете, что вообще стоит знать потенциальному заказчику о технологии RPA? Робот – это софт, который ставится либо на компьютер, либо на сервер. И этот робот делает все то же самое, что делает сотрудник с помощью экрана, мыши и клавиатуры. То есть если у вас есть любая повторяющаяся задача, туда 100% можно использовать робота. Если у вас есть бизнес-процесс на предприятии, которые между собой не связаны, или интеграция этих процессов очень сложна и затратна, здесь тоже простым решением может являться роботизация, потому что робот может просто перекладывать информацию из одной системы в другую, без ошибок и очень быстро. Сергей, а на ваш взгляд, в каких сферах технологии роботизации будет использоваться наиболее эффективно? Учитывая текущий тренд на цифровизацию всех процессов у нас в экономике, это и на государственном уровне, и на уровне бизнеса, я думаю, что найти себя роботы смогут в любых процессах деятельности, где нужна максимальная автоматизация. В госорганах это может быть предоставление каких-либо услуг. В бизнесе это могут быть любые задачи от формирования командировочных документов до формирования платежек в адрес контрагентов. Ну и в целом в бизнесе есть уже сейчас очень много задач, которые могут быть автоматизированы. Они и в рамках кадрового учета, и в рамках бухгалтерского учета могут выполняться на первой, второй и далее линиях техподдержки. И вот в дополнение к словам Светланы, хочу сказать, что действительно там, где есть сложности с интегрированием систем, когда нет API, например, либо сложно обеспечить межсистемное взаимодействие из-за парсианка каких-то инструкций, то робот, который просто повторяет действия пользователя в интерфейсе, в этом смысле очень сильно упрощает задачу по интеграции. А есть ли какие-то предпосылки, при которых лучше отказаться от этой технологии? Прямо так, чтобы отказаться, наверное, нет. Но если это какой-то новый бизнес-процесс, которым еще непонятно, какие есть процедуры, насколько они алгоритмизируются, внедрять робота может быть преждевременно. Однако рекомендуется рассматривать вопрос роботизации параллельно, для того, чтобы уже на этапе внедрения процесса какие-то паттерны выявлять, для того, чтобы их укладывать уже в код робота и упрощать выполнение задач впоследствии. Это позволяет сразу же при формировании бизнес-процесса обеспечить оптимальное использование человеческих ресурсов, когда мы не набираем кучу людей для выполнения каких-то однотипных, возможно, операций, а сразу их роботизируем, и работа тем самым строится максимально эффективно. Светлана, подскажите, есть ли какая-то методика для оценки эффективности технологии RPA? Здесь надо исходить от того бизнес-процесса, который мы роботизируем. Но мы исходим из того, что один робот, в принципе, может помочь в работе от пяти до десяти сотрудникам. И, соответственно, робот работает без перерывов на обед, без перерывов на кофе. Он не болеет, у него не бывает плохого настроения и так далее и тому подобное. Все это, в принципе, просчитывается и может быть просчитано в цифрах. Также еще одним моментом, который следует учитывать, это то, что робот, в принципе, не делает ошибок. Сотрудники даже при максимальной концентрации, они где-то процентов на 70 выполняют эту работу без ошибок. То есть, вы представляете, 30% это то, что робот отрабатывает, ну, нет необходимости переделывать эту работу, либо нести убытки из-за того, что человек сделал что-то неправильно. И скорость работы робота, то, что человек делает 15 минут, робот может сделать за одну минуту, а иногда и быстрее. В двух словах, Сергей, расскажите, пожалуйста, какие есть подходы к внедрению RPA? Ну, можно выделить два подхода. Первый – это когда робот выступает в качестве ассистента. Он запускается по команде пользователя, либо по расписанию, и выполняет те задачи, которые человеку нужно выполнять периодически, например, ежедневно выдавать какой-то отчет. Второй подход – это роботизация бизнес-процесса в целом. Когда множество задач, связанных в том числе с интеграцией со смежными системами, роботизируются и выполняется процесс от начала до конца роботом целиком, вплоть до принятия решений. Но с точки зрения безопасности, первый процесс все-таки более безопасный, просто потому что он, скорее всего, проще. Светлана, вы наверняка сталкивались с сомнениями заказчика по поводу внедрения этой технологии у себя. Расскажите, пожалуйста, какие основные страхи вам встречались? Ну, с учетом того, что технология новая, естественно, бизнес не очень хорошо понимает, а что она за собой несет. Но с этим достаточно легко работать. Мы предлагаем пилотное внедрение, пилотный проект на один-два процесса, которые можно сделать достаточно быстро. И после этого совершенно очевидно показывается экономический эффект, показывается, как робот делает работу за человека. И после этого, безусловно, все сомнения, они отметаются. Следующий момент – это недостаток специалистов квалифицированных. Мы сейчас активно работаем в этом направлении. У нас есть академия, в которой достаточно легко обучиться, потому что она на русском языке, и она, в общем-то, веб-бейст. Но также мы ведем переговоры с нашими вузами, с Министерством образования, для того, чтобы включить курс по роботизации в куррикулум университетов. Светлана, подскажите, какие решения с применением технологии РПЕ есть в России и за рубежом? Давайте говорить о рынках в целом, да, потому что технология молодая, и, к сожалению, относительно российского рынка еще недостаточно независимых аналитических отчетов, чтобы мы могли на эту тему качественно рассуждать. Если мы говорим о топ-пяти компаниях, то среди них можно назвать UiPath как лидер рынка, компанию Blue Prism, компанию Automation Anywhere, Pegasystem и Nice. Что касается географии, то, естественно, большую часть рынка приходит в Соединенные Штаты, дальше идет Европа и после этого, как ни странно, Япония. Япония является тоже одним из таких лидирующих рынков РПЕ. Что касается российских реалий, у нас уже появляются российские производители, к сожалению, они еще не дотягивают до мировых стандартов по качеству своих продуктов, и компании-заказчики, они понимают, что это игра в долгую. На этом знакомство с РПЕ можно считать состоявшимся. Как мы успели понять, роботизация бизнес-процессов – это действительно путь к успешной работе компании. Но существует один момент, без которого сегодня не обходится использование ни одной технологии новой. Это, конечно же, безопасность. Давайте заострим наше внимание на вопросах, связанных с ней. Сергей, расскажите, пожалуйста, какие существуют ИБ-риски при внедрении технологии роботизации? В контексте РПЕ робот – это не искусственный интеллект. Он выполняет заранее предопределенные функции. Значит, если были ошибки допущены при его проектировании и разработке, робот просто будет их повторять. Это значит, что использование робота может привести, например, к неподнаберенным утечкам чувствительной информации. Если роботу нужно отправлять что-то по электронной почте и на вход поданы данные конверсального характера, коммерческая, тайно-персональные данные, робот, не задумываясь, их отправит, в то время как человек контролировал бы эту ситуацию и не допустил бы открытой отправки защищаемой информации и не допустил бы соответствующей утечки. Кроме того, существуют риски внесения изменений в параметры работы среды выполнения робота, в параметры самого робота, в код робота, ну это при должной квалификации, естественно, злоумышленника. Все это может привести не только к непреднамеренному разглашению, но и к краже данных. Риски ЕБ возрастают при обработке финансовой информации. Злоумышленник может спровоцировать несанкционированные платежи в адрес третьих лиц, что может привести к нарушению федерального закона 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Светлана, а с какими проблемами со стороны внедрения технологий РПИ чаще всего приходится сталкиваться? Существуют ли риски нарушить какие-нибудь требования нормативных документов или создать новые векторы атак? Здесь все решает архитектура, и архитектура стоит во главе угла. Никакая продвинутая технология не поможет обеспечить или оградить вас от утечки данных, если архитектура неправильно спланирована, и роботизация проводится с нарушением технических требований. Спасибо. Сергей, а какие существуют нормативные требования, вот именно с точки зрения информационной безопасности, к роботизации бизнес-процессов? На самом деле формализованные требования именно к роботизации отсутствуют. Каждый потребитель технологии должен определять эти требования для себя сам по результатам оценки рисков, анализа, угроз и так далее. Необходимо контролировать права и полномочия тех учетных записей, под которыми выполняется робот, не допускать взаимодействия робота с внешними или со смежными системами, которые не предназначены для выполнения данного конкретного процесса, обеспечивать контроль целостности роботов, в особенности тех, которые выполняются на рабочем месте самого пользователя. Светлана, а что делается для того, чтобы робот из-за некорректной конфигурации или взлома случайно не слил ваши все данные в открытый доступ? Можно ли как-то закрыть робота от внешней среды? Во-первых, должны выполняться определенные требования. Например, робот не должен хранить на себе информацию, когда он не используется, когда он не работает. И вся информация, с которой робот работает, должна передаваться в зашифрованном виде. Поэтому на нашей платформе данные хранятся централизованно. Для усиления надежности мы используем платформы сторонних производителей, такие как CyberArk. А при передаче данные защищаются по протоколу TLS версии 1.2. Сергей, вот создаете такое впечатление, что сотрудники IT-сферы и сотрудники ИБ, тем более, все-таки относятся к роботам с такими опасениями, что ли. Насколько эти опасения оправданы? Или это всего лишь предрассудки? Ну, внедрение каждой новой технологии, понятно, что повышает эксплуатационные издержки. Но, с другой стороны, и IT, и подразделения по безопасности должны помнить, что, в первую очередь, они являются сервисными подразделениями, обслуживающими бизнес. И их задача – это скорее подстроиться по требованиям бизнеса и понять, каким образом роботизация повысит эффективность бизнеса, донести до бизнеса риски применения этой технологии и сделать все возможное для минимизации этих рисков. Ну что ж, коллеги, большое спасибо. А мы погружаемся на максимальную глубину. По прогнозам экспертов, в течение ближайших лет большинство рабочих мест в сфере IT будет заменено на роботов. Давайте разберемся, в каких же сферах роботы уже вытеснили или вот-вот вытеснит человека. В контексте RPA говорить о полной замене человека можно только после интеграции робота с искусственным интеллектом. Тем не менее, во многих сферах, вот в банках, например, в тех же самых госуслугах, возможности роботов по вытеснению человека с ряда задач действительно очень широкие. Светлана, а если мы говорим о все-таки частичном взаимодействии с роботом, то каким бэкграундом должен обладать сотрудник для того, чтобы с этим роботом взаимодействовать? Или же каждый раз придется звать на помощь сотрудника IT или же подрядчика? Происходит демократизация этой технологии, поэтому, в принципе, не требуется никаких глубоких специальных IT-знаний для того, чтобы программировать робота. Безусловно, требуется какая-то переподготовка, но это не что-то глубинное, на что надо тратить годы. Нет, это очень достаточно простые курсы. Более того, мы сейчас дальше идем по пути демократизации внедрения этой технологии и делания ее доступной для пользователя. У нас есть такой продукт, как студия X, там, где любой сотрудник, которому это необходимо, может спроектировать своего робота. Там достаточно интуитивно понятный интерфейс, drag-and-drop, и, в общем-то, любой сотрудник может справиться с этой задачей. Здорово. Сергей, если отбросить страхи перед технологией RPA, то в сфере ИБ в каких моментах эта технология может помочь безопасникам? У специалистов по информационной безопасности в процессе работы очень много рутинных задач. Это и проверка контрагентов, и назначение прав доступа или согласование прав доступа новым сотрудникам. Это и проверка соответствия, например, парольной политики на рабочих местах и на серверах. Эти все задачи, опять же, алкаритмизируемые, они регламентированы, как правило. Это, какая процедура должна выполняться, совершенно понятно, и, действительно, такую задачу очень легко запрограммировать. Именно передать на выполнение роботу, в том числе с точки зрения интеграции со смежными системами, вот в части информационной безопасности, это системами анализа защищенности, DLP-системами, везде, где требуются задачи по обработке достаточно большого массива информации, а для того, чтобы этот массив информации получить, нужно выполнить какую-то последовательность действия, которая четко задана в инструкциях от производителя. Все это в логику робота совершенно спокойно укладывается. Коллеги, а насколько дорогими являются проекты по внедрению роботизации бизнес-процессов? Очень четко просчитываются бизнес-кейсы по применению роботов и какой экономический эффект они за собой несут в внедрении роботов. Обычно это миллионы рублей в достаточно короткой перспективе. Еще привлекательность этой технологии состоит в том, что она очень легко имплементируется, и она не требует изменения существующей IT-инфраструктуры. То есть все, что у вас есть сейчас, вы не выбрасываете на помойку, вы просто очень за небольшие деньги используете это оптимальным способом. И это несет за собой колоссальный экономический эффект. Сергей, а все-таки если сопоставляют затраты на зарплату и затраты на внедрение, есть ли какие-то расчеты, которые подтверждают эффективность? Расчеты, разумеется, есть, но они привязаны к каждому конкретному исполнению заказчику индивидуально, поэтому здесь общую оценку дать сложно. Я хотел бы обратить внимание на один маленький нюанс. Оптимизируя какого-то человека роботом, мы даем работу другому человеку, который этого робота пишет. У этого человека квалификация достаточно высокая должна быть, то есть на уровне, может быть, даже программиста. И здесь эффективность необходимо рассматривать не только с точки зрения оптимизации каких-то рутинных процессов, но и с точки зрения добавления каких-то новых функций. Коллеги, а существуют ли какие-то стандартные RPA-кейсы? Или в каждом конкретном случае нужен какой-то индивидуальный подход? Есть стандартный, скажем так, наиболее популярный бизнес-процесс, который поддается роботизации. Есть определенный набор продуктов, который позволяет решить эту самую бизнес-задачу. Дальше это уже кнопки нажимаются на самом предприятии, и это уже должны сделать специалисты, прописав все действия логические роботы, которые он будет выполнять. Спасибо за ответ. Сергей, добавите? Да, очень много нюансов. При реализации вроде бы уже шабонизированных процессов, в рамках, например, бухгалтерского учета две-три компании, использующие одну и ту же платформу 1С-предприятия, к ней будут подключаться по-разному. Одни напрямую через герой приложения, другие через терминальный доступ. Где-то будет двуфакторная аутентификация, кто-то будет выгрузку передавать в смежную систему, например, в САП, или обрабатывать вручную. У кого-то банк-клиент одного банка, а у другой компании банк-клиент другого банка. Соответственно, передача данных должна сопровождаться определенной подготовкой выходных материалов. И вот эти вот нюансы мы должны учитывать при разработке робота. То есть мы можем говорить о шаблонизации каких-то процессов, а нюансы реализации – это и будет та самая задача по доводке, по тюнингу робота, которую должны решить разработчики совместно с функциональными заказчиками решения. Ну что ж, спасибо большое за интересный рассказ. Я, конечно, согласна. Очень здорово иметь робота для того, чтобы он выполнял за тебя рутинную работу. А через пару секунд мы подведем итоги нашего разговора. Светлана, дайте, пожалуйста, три самых важных совета тем, кто заинтересовался в технологии RPA. Ну, для начала поймите, что RPA – это не какое-то будущее, это уже здесь и сейчас. Технологии присутствуют, вы даже можете не знать, что на вашем предприятии уже используются роботы. Поэтому не бойтесь это, входите в эту историю смело. Когда вы уже решили заняться роботизацией, делайте это не оппортунистически, а системно и стратегически, понимая, что эта история не на один год, что в дальнейшем вам потребуется расширяться, и простраивать это расширение надо с первого дня. И третьим, наверное, моментом является то, что сейчас на рынке очень много компаний, но я рекомендую работать с лидерами рынка, потому что это надежность, это проверенный опыт, не только в России, но и на примере всего мира. Сергей, а вас попрошу дать три предостережения. Какие основные ошибки допускают заказчики при внедрении технологии ОПИ? Первое, не пытайтесь роботизировать все процессы сразу. Второе, не пытайтесь переложить на робота принятие решений, особенно тех, которые приводят к юридически значимым или финансовым последствиям для пользователей, для субъектов персональных данных. Ну и третье, не забывайте об информационной безопасности. Большое вам спасибо за беседу, Сергей, Светлана. Я надеюсь, что благодаря вам наши зрители будут меньше бояться роботизации. А я прощаюсь с вами до новых встреч. На глубине еще очень много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на БИЗ-ТВ и главное, не играйте на рабочих местах в косынку или кэнди-краш. Уж это роботы точно делают лучше вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин